МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лучшие из лучших улыбались, шутили и охотно рассказывали о планах на жизнь. Глядя на ребят, сразу становилось понятно, кто перед тобой. Политик, прекрасная нимфа, роковая красотка или даже будущая актриса. Я хочу стать актрисой, сниматься в кино. И я думаю, что у меня будет еще немало ковровых дорожек на моем пути. Хочется стать экономистом или политиком. Очень сильно хочется депутатом Государственной Думы быть. Очень сильно хочется изменить и страну нашу. Она и сейчас сильна, но хочется еще лучше ее сделать. Я буду инженером ракетных войск. Мне нравится эта сфера деятельности. Надеюсь, что у меня получится. Я пойду в педагогический по стопам моей мамы. Это моя мечта с шести лет. Я с шести лет была уверена в том, что я буду учителем. Очень долго думала, каков именно предмет. Но остановилась именно на русском языке и литературе, потому что я гуманитарий, мне это проще, мне это удобно. Молодые, перспективные и невероятно талантливые. Каждый из них усердно трудился на протяжении всех лет обучения, чтобы достичь этой высокой оценки своих знаний и умений. Но школьный выпускной бал бывает лишь однажды и готовились к нему не менее тщательно, чем к сдаче ЕГЭ. Я выбирала платье в свадебном салоне. У меня на выпускной было свадебное большое платье. Я сюда решила пойти как на красную дорожку, готовлюсь к будущему. И да, это образ, который бы я хотела надеть. Я его так и представляла в голове. Я решила, раз у меня тесат красный, бордовый, то и платье должно быть такое же. Я выбрала этот цвет, потому что он символизирует мой пылкий характер. Поэтому я считаю, что платье должно соответствовать девушке. Нет сомнений, что каждый из этих счастливцев добьется желаемого. Ведь свою волю к победе они уже доказали. Мария Гусакова носит гордое звание мультистобальника. Она получила высший балл за ЕГЭ по русскому языку и литературе. Это подготовка долгая. К литературе я готовилась два года, к русскому языку один год. Плюс это поддержка моих родителей, которые на меня никогда не давили, не требовали от меня высоких результатов. Мне просто давали возможность подготовиться хорошо. Ну и, наверное, баланс, времени. У меня всегда было время на отдых, на занятия спортом. Я могла отвлечься от ЕГЭ. Администрация округа не осталась в стороне. Для ребят организовали торжественный праздник – бал медалистов «Поколение 2023». Глава муниципалитета обратился к молодым девушкам и юношам с напутствием. Вы огромные молодцы. И свой жизненный путь уже начали с побед и достижений. Поэтому сегодня вы здесь. Пожелать я вам хочу одно и самое главное – не теряйте запал. Ваш внутренний огонь не должен гаснуть. Время не стоит на месте, и вчерашние ваши заслуги быстро превращаются в тыкву. Все вокруг меняется очень быстро. И только постоянное обучение, только постоянная, ежедневная работа над собой дают результат. Торжественная часть длилась больше часа. И как иначе. Ведь за заслуженные награды на сцену приглашался каждый выпускник. Слова благодарности звучали также в адрес учителей и родителей. Денис Майданов подарил наставникам музыкальную композицию. На этом сюрпризы не закончились. Танцевальный мастер-класс для золотой молодежи провел Евгений Папунаешвили. Финалом мероприятия стало выступление Клавы Кока. Будущие учителя, программисты, дипломаты и врачи с удовольствием подпевали известные хиты и двигались в такт музыке. Впереди у них счастливая взрослая жизнь, полная ярких событий. И хочется верить, что достигая поставленных целей, они будут с любовью вспоминать тех, кто дал им крылья. Когда наши ребята получают аттестат, медаль и покидают стены школы, это всегда грустно. А так мы всегда счастливы. Наши детки выросли, мы их отпускаем в новый мир. Елена Краева, Станислав Трифонов, Илья Павлов. Телекомпания Одинцова.